Для Дианы Альковой спорт давно стал частью жизни. Ей проще сказать, сколько дней в неделю она им не занимается. Тренировки в зале, бассейн и обязательная зарядка как ежедневный ритуал. Пять последних лет Диана занимается в фитнес-клубе. Спорт помогает как-то справиться с негативными эмоциями и вообще с негативом в жизни. Также спорт это создание определенного стержня. Спортивные нагрузки улучшают здоровье, а в отдельных случаях даже помогают изменить диагноз, рассказывают медики. Правда, для этого нужно заниматься спортом осознанно. Сначала обратиться за консультацией к врачу, который подберет подходящий вид спорта и исключит те, что могут привести к усугублению ситуации. Только врач может определить объем физических нагрузок, время и определить состояние, в котором находится в настоящее время организм. Потому что в зависимости от состояния тренированности организма можно порекомендовать тот или иной вид физической нагрузки, а также количество занятий физкультурой в неделю. Консультация врача, затраты на спортивную форму и правильное питание. На все это потребуются финансы. Еще и плата за фитнес-зал. Но в начале месяца спортсменов и любителей обрадовали. Вышел новый закон, согласно которому со следующего года на карту будет возвращаться кэшбэк в размере 13% за покупку спортивных клубных карт и оплату секций. Максимальная сумма, которая будет облагаться налогом – 120 тысяч рублей. В соответствии с нормой закона, лица, которые с 1 января 2022 года заключат договор с фитнес-клубом или с другим физкультурно-оздоровительным центром, который будет указан в перечне Министерства спорта, будут иметь право на вычет в размере 13% от понесенных затрат. Сейчас в Министерстве спорта определяют список спортивных объектов, затраты на которые будут компенсировать. Продолжение следует...